Надо понимать, что американская дубина давным-давно существует и, пользуясь вашей терминологией, пытается нас вразумить, но это всем кажется абсолютно нормальным. Сейчас существует пока план А, который состоит в том, чтобы дать достаточную помощь Украине, чтобы она добилась максимально возможного на поле боя и с тем, чтобы сесть за стол переговоров как с позицией силы. План А. Господин Портников задает вопрос, а если он не сработает, не садится Россия за стол переговоров, где план Б, его нет. И дальше он рассказывает о том, что делать в этом случае, надо стену возводить, придется долгое сожительство через эту стену с этим мордором, и это все не закончится, пока он не умрет. Вкратце, значит, меня попросили прокомментировать, вкратце, если хотите, можно потом будет буквально по пунктам проходить с этого плана. План Б есть. И я вам о нем рассказывал. Рассказывал о нем в одном из последних видео по результатам последней встречи G7. План Б состоит в том, что если раньше помощь обещали Украине до того момента, когда она сядет, как предполагается, с позиции силы вести переговоры с агрессором, все, точка. А как дальше пойдет, ну там посмотрим, да? Вот это был план А. То на G7 был выработан план Б. Теперь Запад с Украиной со всей максимальной помощью до тех пор, пока в результате переговоров не добивается. Украина приемлема для нее политического урегулирования на весь этот период. Это не значит, что весь этот период будет идти война и проливаться кровь. Потому что, как я уже рассказывал опять-таки по результатам заседания G7, стратегия взята на то, чтобы удавить мордор при помощи всех возможных мер. Главное из которых, ну помимо военной, мы все ожидаем. Кстати, вчера вот Гламком на своей странице поместил очень мощное видео, которое в Америке сочли аналитики как анонс о том, что наступление неминуемо. То есть оно уже вот, вот уже сейчас. Если еще не началось, то вот-вот. Очень сильное короткое видео. Я его воспринял как одновременно и клятва, и присяга, которые дают бойцы накануне решающего, тяжелого, не буду говорить решающего, но сложного, большого, важного сражения. Так вот, значит, это первый фактор. Будем желать, я уверен, что ВСУ добьются успехов в ходе этого сражения. Но мордор, и это поняли, вот после G7, понятно, что ясно поняли и уже воплотили в концепцию. Страны G7 должен пасть в результате комбинаций различных факторов. После военного один из главных – экономика. Те меры, которые были предприняты, предусмотрены, обсуждены на G7, если раньше все санкции преследовали цель изменить поведение Кремля в более позитивную для Украины сторону, то сейчас на это махнули рукой, увидели, что этот бункерный, он непробиваем. Поэтому был взят слом на, вернее, курс на слом экономической машины, экономика государства. То есть, тот же самый курс, который был взят во времена Холодной войны и, в конце концов, привел к краху советской экономики и советской системы. То есть, в военном отношении, вот сейчас Украина должна добиться максимально возможного успеха, который должен выражаться в максимально возможном освобождении территории. Как в известном анекдоте, сколько работает, так и не понял, как правильно пишется, Ирак или Иран? Мы должны понимать, что до этих атак шахедами, безусловно, причетна и Иранская Исламская Республика. Потому что они постачают Российской Федерации соответствующее оружие. Роблять это, уже есть, в принципе, видомые факты через Каспийское море, постачают шахеды. Больше того, мы слышим и циничные заявы от Министерства закордонных справ Ирану стосовно Украины, что, как будто таким образом, Украина хочет получить больше защитной оружии. Это выпад на нещодавние анонсированные Володимиром Зеленским санкции против Ирана на 50 лет, которые может вести Украина против этой страны. Как вы считаете, эти последние события, которые происходят на кордонах Афганістану и Ирану, что стримают Уряд Ирану от дальнейшей співпрации с Россией? Ну, смотрите, будем смотреть, как будут развиваться события, особенно после того, как Талибан официально голосовал Ирану, что, я прошу, войну, Талибан захопил достаточно большую количество американских оружий, которые американцы поставили в Афганістан. То есть у них, в принципе, есть силы и средства для того, чтобы такую войну вести. Я надеюсь, что это создает определенные трудности для Ирана, чтобы его отвлекать от співпрации с Россией. Но, честно говоря, я достаточно скептично ставлюся до этого. Я думаю, что нужно всем святом тиснуть на Иран. Потребно усиляко пытаться заблокировать их ракетную программу. Потребно наносить удары по их заводам, которые занимаются производством, в частности, шахетов и ракетного оружия, на которые очень разруховывает Российская Федерация. То есть, фактически, Иран берет участие в войне на боце империи зла Российской Федерации. Я думаю, что весь цивилизованный мир, в частности Америки и Израиль, зацикавлены, чтобы у Ирана не было возможности заниматься такой деятельностью, потому что все это загрожает не только Украине в нашей конкретной войне, но и загрожает свиту, в частности, в частности, в стране Израиль. Пане Мирославе, еще есть вопрос о выходе вагнерских из Бахмута, анонсовании их главой Евгеном Пригожиным. В Институте вивчения войны говорят, что найманцы российского ПВК, которые выходят из Бахмута и на их место, наверное, отправят боевиков ДНР. При этом регулярные частины войск РФ отправятся на фланги. А что это за боевики ДНР? Какая их квалификация, на самом деле? Ну, на самом деле, это те армейские корпусы, которые набирали Российскую Федерацию за последние 9 лет. Они преважно из добровольцев и жителей из ДНР и Луганской области, которые под оккупацией. Сейчас они их пополнили людьми из Маріуполя, из других оккупованных территорий. И, на самом деле, эти корпусы были одним из самых важных подразделений Российской Федерации, через то, что они 9 лет находятся в бесперервной войне. И, попри то, что они не так хорошо оруженны, как вагнеревцы, а по регулярной ЗСР РФ, они имеют колоссальный опыт войны против ЗСУ. И этот опыт их делает достаточно серьезной силой. Но, с последними поведомлениями из этих российских пропагандистов, эти армейские корпусы были очень сильно понижены в ходе так называемых местных штурмов. Я смотрелся интервью с деякими ватажками незаконных, скажем так, утворень окупаційных, и они жалели, что несут шаленые втраты, что у них гинуть люди сотнями и тысячами, что даёт надежду, что они не настолько боеспроможны. Но, я думаю, утримать позиции в окопах, сидеть, они очень непоганно володят тактикой окопной войны, поэтому, я думаю, певные трудности будут. Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других зручных платформах. Реквизиты в описании к видео.